Погребение И это уже была третья или четвертая даже волна ограблений курганов. То есть археологам практически ничего не достается, не говоря уж о мифическом золоте царских курганов. Это редчайший сейчас случай и, надо сказать, что уникальнейший, если кто-то найдет в курганах золото. Золота там уже давно нет. Итак, почему кто грабил курганы? Начнем с самого начала. Курганы грабили еще соплеменники, то есть те, кто участвовал в погребальном обряде. Те, кто хорошо знал, где и что лежит в погребальной камере. И нужно представить себе, что это была небесформенная куча земли. Вот этот вот курган, холм, да, о котором мы говорим. А то, что это устанавливается археологически, это было жилище, жилище мертвых, устроенное из дерновых кирпичей, то есть мавзолей. Говорят другими словами. Почему так происходило? Почему первые же ограбления курганов совершались еще соплеменниками, буквально теми, кто участвовал в погребальном обряде? На это была особая, очень веская причина. Дело в том, что, как представляется по данным других наук, филологии, этнографии и так далее, выясняется, что это юноши, молодые люди проходили обряд инициации. То есть они были должны доказать мужскому союзу, воинам племени, то, что они сильные, храбрые, отважные. То, что они могут достать себе тотем, тотемное оружие, например, да, оружие своих предков или сакральное кольцо, например, да. А где взять эти предметы? Конечно же, с того света. А тот свет где? На погребальных полях мертвых. КОНЕЦ